Следующий доклад у нас посвящен PostgreSQL и Дмитрий. Дмитрий, поприветствуем Дмитрия. Так, всем привет. Значит, сразу, пока я не забыл, а то я в прошлый раз, когда рассказывал этот доклад на ноды Украины, я забыл. Можно просканировать QR-код. Если вы плохо видите, то вы будете видеть всю презентацию себе на телефоне. Она онлайн доступна. И она будет листаться вместе с тем, как я буду листать слайды. Если вы не сможете прочитать QR-код, можно просто переписать ссылочку с Гугла. Так, ну, как Дарк уже сказал, меня зовут Дима Чиркин. Я занимаюсь разработкой, веб-разработкой где-то с 2006 года. И уже большой опыт накопился с разными базами данных. Поэтому, ну, очень хороший опыт с PostgreSQL. Поэтому хочется попродавать вам. Я вот сегодня буду пытаться именно рекламировать и продавать PostgreSQL. Так, ну что, можно листать? Да, я запись включил. Значит, это такая мигра реклама о том, о чем мы сегодня будем говорить. Почему я вставил этот слайд? Потому что может показаться, что я прыгаю с одной темы на другой. На самом деле доклад разбит на такие небольшие кусочки просто. Если вы запомните, то, может быть, вам это пригодится. Так, традиционный слайд, который всегда есть на всех презентациях про PostgreSQL, это кто пользуется PostgreSQL. И тут, может, всякие есть красивые логотипчики. Но самый крутой логотип здесь может быть даже не Apple, а Яндекс. Потому что у Яндекса Яндекс.Почта работает на Позресе. И у них там какие-то петабайты данных хранятся. Так что если вы все четыре раза будете думать, подходит вам для ваших данных Позрес или нет, вот вспомните про Яндекс с Яндекс.Почтой. Вообще, кроме этих людей, кто здесь еще использует PostgreSQL? Ну, не так уже мало. Я думал, что будет меньше. А кроме PostgreSQL, наверное, SQL. Кто SQL? Все понятно. Mongo? Mongo мало. Как хорошо, что мало Mongo. Но в то же время плохо, что слишком много все еще в MySQL. Значит, я что-то нажал, и все пропало. Самый главный вопрос. Как выбирать базу данных? Вообще, может показаться, что выбор базы данных — это один из самых главных вопросов и самых главных выборов, которые вы можете сделать перед тем, как начинать проект какой-то. База данных лежит на каком-то нижнем самом уровне. Она лежит на самом первом, так сказать. Все остальные слои вашей логики и вашего кода, они выше уровнем. И вот она, когда лежит внизу, она влияет на все эти слои. И поэтому, если вы там где-то ошиблись в самом низу, то эти все ваши ошибки, они будут всю жизнь проекта влиять на ваш код. И очень редко, когда можно этот самый нижний слой с базы данных поменять. Поэтому будете жить со всеми костылями, которые эта база данных, которую выбрали, будет иметь. Выбор, конечно, получается у нас такой не очень обоснованный, как всегда. Все используют PMSQL, я тоже буду использовать. Или заказчик пришел, сказал, нужно мне срочно проект на Монге. Ну или типа все сказали, какая новая база данных какой-нибудь Elasticsearch. И все побежали делать проекты на Elasticsearch. Так не надо делать. Надо думать перед тем, какую суть будет выполнять ваш код. Требования. Но требования это же такое. У нас победивший agile не дает нам… Agile же гибкий. Требования никто не знает. Как можно выбрать что-то, если ты не знаешь заранее требований. Поэтому наш выход это выбор такой базы данных, которая будет максимально гибкая. И вот именно поэтому я и продаю вам подгресс. Потому что подгресс самая гибкая база данных из всех, что есть. У нее есть безграничные возможности для адаптации под ваши нужды и безграничные возможности по расширению. Так. Ну, с чего такого важного стоит начать? Вообще, там в левом верхнем углу видно логотипчик Node.Ukraine. Этот доклад я рассказывал на конференции Node.Ukraine. И поскольку те разработчики, которые пришли на эту конференцию, они были в основном бэкэндщиками на Node. И, естественно, они очень любили Mongo. Поэтому часть доклада посвящена тому, как подгресс может выполнять функции MongoDB. И вот этот логотипчик — это логотип JSON, на самом деле. Может, кто-то не знает. Значит, как же подгресс может выполнять функции Mongo? Ну, конечно, он может хранить JSON у себя в колоночках. Прямо натурально есть специальный тип данных — JSON, еще есть JSON-B. И вообще-то эти типы данных, они уже очень давно там есть. А до них вообще-то еще был другой тип данных, который называется HStore. Где-то в 2003 году он появился. Представляете, как это давно было, да? Что такое HStore? HStore — это такое поле в подгрессе, где есть только ключ и значение. И там нет вложенности. Может показаться, что это такой изящный способ выстрелить себе в ногу? Ну как? Нельзя же хранить структурированные данные в колоночках. Нам нужно хранить всегда только… Как их называют? Ну, такие типы данных, как интеджеры, строки и так далее. А структурированные — это плохо. Скалеры, точно. Поэтому, может быть, могло бы показаться, что HStore — это не самая удачная идея. Но, тем не менее, очень много людей им пользовалось. И это была первая нерелационная, так сказать, фишка пасгресса. Вот еще в 2003 году. Монги, наверное, тогда, может быть, еще и не было. Честно говоря, я не знаю. Не смотрел. И где-то в 2012 году появился JSON. В 2013 году появился вложенный HStore. То есть мы могли в ключ положить значение HStore. И в этот самый момент появился JSON-B. Или так называемый BetterJSON. Чуть попозже я расскажу, чем он отличается от обычного JSON. И вот видно на графике, как интерес к HStore потихонечку падал. И где-то там в июне 2014 года JSON-B победил. Потому что полностью заменил собой тип данных HStore. Так, в двух словах. Чем отличается JSON-B? JSON — это обычная строка, которая хранится в базе данных в том виде, в котором вы туда ее положили. У вас, например, невалидный JSON. Вы туда положили два одинаковых ключа. Они так в базе данных и запишутся. JSON-B хранится в бинарном виде. И перед тем, как положиться в базе данных, прогоняется через JSON-Parse. То есть, условно говоря, баз данных разбирает сначала его на ключи и понимает, как она работает. Поэтому эффект будет такой, что если вы положите два одинаковых ключа, то запишется последний ключ. Ну, как и в JavaScript это происходит. Так, значит, вот так выглядят операции по работе с JSON в Postgres. Запросики такие очень довольно простые. Выбрать все из таблички, из какой-то таблички. У меня есть поле, которое называется JS. Вот с таким интересным символом, минус, знак больше. Мы обращаемся к ключам JSON. Можно, например, выбрать все строки, в которых в ключе field есть значение foo. Дальше операция — это матч JSON по JSON, но только на первом уровне. Это минус, и это нужно как-то исправлять. Дальше проверка наличия ключа, конкатенирование двух JSON в один JSON какой-то или удаление JSON. Ну, это базовые операции, которые, в принципе, понадобятся вам почти всегда. Там есть их еще больше, других много операций. Я их просто все сюда не буду показывать. Там целый документ на сайте Postgres есть. Все вот эти операции индексируются. Если вы сделаете индекс по полю типа JSON, он будет работать очень быстро. Причем так быстро, как не сможет работать Mongo. Потому что в Mongo нужно отдельно индексировать каждое поле, каждый ключ. А здесь вы индексируете все поля сразу. Так. Но это, конечно, все хорошо, но это неудобно. Например, у нас есть вот такая вот табличка, называется GSTest. У нее есть всего две колонки. ID с интежером, ну, при моряке, и в алюве типа данных JSON. И там лежит какая-то вообще невероятная структура данных. Где-то у нас там есть ключи с массивы, где-то обычный JSON, где-то еще что-то. И нужно найти что-нибудь красное. Ну, то есть то, что имеет ключ color со значением red. Это практически невозможно сделать. Я вам сейчас покажу. Вот так это выглядит. И, ну, это не два запроса, это один запрос, как может показаться. Если вы сможете понять, что здесь происходит, разобрать по запчастям и как это все работает, то вы можете сказать, что я очень хороший специалист по SQL. Прям вот лучший, наверное, вас никого не будет. Поэтому писать так неудобно. Ну, а задача как бы реальная. Что делать? Вот ребята из компании Postgres Pro придумали расширение к Postgres. Вот так теперь это можно сделать. Вот называется расширение почти jQuery. JS Query. Вот. И вы просто это расширение можете поставить в вашу базу данных и делать вот такие запросы. Прям супер волшебно. Вот этот язык, который пишется после двух собак, то, что в кавычках, язык запросов, он детально описан, там классная документация, вы можете этим всем пользоваться. Но, как обычно, есть но. Ну, в 2016 году SQL сообщество поняло, что JSON это полезно. И они решили, что мы… А давайте добавим в стандарты SQL какие-то функции, операторы по работе с JSON. Взяли и сделали стандарт. И этот стандарт не похож на JS Query. То есть он делает все то же самое, но по-другому. Вот так выглядит запрос на новом стандарте SQL JSON 2016. Что там написано? Там синтаксис чуть-чуть поменялся. Он похож, но другой чуть-чуть. И, конечно, получается некая дилемма. Использовать то, что уже вот сейчас есть, прям можно взять JS Query или ждать, пока SQL JSON появится в реализации в базах данных. А он пока еще нигде не появился. Даже вот сейчас, буквально несколько недель назад, вышел пасгресс 11-й, и в нем еще нет поддержки этого стандарта. Все потому, что код, который добавляет поддержку этого стандарта, очень большой. Там 17 тысяч строк кода, и никто не хочет его… Ну, его все валидируют, проверяют, как он хорошо работает. Такой большой патч в пасгресс просто не хотят принимать… Ну, не хотят быстро принимать, хотят все проверить. Поэтому, скорее всего, этот стандарт появится пока в 12-м пасгрессе, который, когда будет, еще в планах точно неизвестно. Вот. Что добавляет этот стандарт? Он описывает специальный язык запросов, который называется JSON+. Добавляет новые функции для конструирования JSON-ов. Ну, и, в общем, там всякие разные интересные вещи. Не расстраиваемся. JSON даже в том виде, в котором сейчас есть, он суперкрутой. Есть всякие различные тесты, огромное количество тестов, где сравнивают, как пасгресс работает с JSON-ом уже сейчас. И он уже бьет во всех тестах Mongo. Это суперкруто, потому что вы получаете гибридную базу данных. У вас могут быть неструктурированные данные и структурированные данные, и реализационные, и нереализационные в одной базе данных. Так. Ну, с хранением, в общем, понятно. Переходим к следующему пункту. Не каждому уж нужны… Не каждому нужно вот это все хранить в JSON. У некоторых людей база данных вот так вот выглядит. И все-таки у них все данные структурированные, заранее, реализационные. Поэтому… Это суперкруто. На самом деле… Да, нормализация. Но выбрать иногда хочется так, как Mongo хранит. Как быть? Как быть так, чтобы… Можно вьюхи строить, но что потом с ними делать? Значит, попробуем вот с такой вот штукой разобраться. Называется JSON-агрегация. И, как оказалось, я когда рассказывал про эту штуку, много людей не знает, что агрегация – это суперполезная вещь в SQL-базах данных. И типичная ситуация. Вам нужно выбрать пользователей и их комментарии. В табличках у нас это выглядит как две таблицы. Users и comments. И вот, как видите, у нас там есть Alice, которая оставила два комментария. И Bob, который оставил один. И дублирование происходит. И что вы будете делать, если в вашей обычной базе данных? Вы, скорее всего, напишите там какой-нибудь цикл, который будет это раскладывать на стороне языка. В эти переменные, в ключи. Но это неудобно. Поэтому… А, можно еще прям вообще ничего не раскладывать. Просто так взять и на клиент этот JSON отдать. И там на клиенте пусть разбираются. Пусть сами они там в браузере джаваскриптера пусть раскладывают. Это неинтересно тоже. Значит, мы можем сделать вот такую интересную операцию. Выбираем из таблички users и говорим JSON-aggregate, comments from users. Ну, livejoin, как обычно. Резгруппировкой по user-id. У нас все комментарии собрались в одно поле в виде JSON. Волшебно? Волшебно. Чем круто? Тем, что если вы пишете на ноде и коннектитесь к нодовым драйверам, к пасгресу, то вот эта структура comments, она не будет в виде строки вам передана. Она будет передана уже непосредственно в виде объекта. Вы сможете с ней напрямую работать. Можно по ней мапом пробежаться сразу. Ничего не нужно делать, дополнительно парсить. Но если вы, кстати, на PHP пишете, то вы можете… А, можно еще сортировочку добавить внутри. И оно там вот этот массив комментариев отсортирует. Тоже очень удобно. Если вы пишете на PHP, то вам не нужен JSON-агрегат, вам нужно array-агрегат делать. ПДОшный драйвер замечательно это обрабатывает. В чем разница? В ответе… Сейчас покажу. В поле comments в квадратных скобочках вернулось все, да? А если мы делаем array-агрегацию, то в фигурных скобках. Это такой способ записи массивов в Postgres. Но когда результат этого запроса будет передан в PHP через ПДО, то он превратится в настоящий массив и какой-то там ассоциативный массив. Так, сортировка. Ну, в принципе, тут все на этом можно и закончить с агрегацией. Но рядом с агрегацией лежат суперполезные другие вещи. Называются они оконными функциями. Значит, вот так вот написано в Википедии. Что такое окно? Окно — это набор строк, заданных выражением over. Ну, это не совсем понятно. Поэтому я попытаюсь немного раскрыть идею. Типичная задача. У вас есть табличка, в которой лежат ивенты. Нужно попробовать выбрать последние два события по каждому source ID. И я credit.at не заполнял, но там какое-то время хранится. Значит, в чем проблема? В том, что у нас для, например, source ID 1.4 строчки есть, а для source ID 3 всего одна. То есть, если мы хотим выбрать последние два события по каждому источнику, то нам, наверное, нужно… Нам в результате должно получиться пять строк. И как это выбрать? Ну, вы, мы все знаем, какой способ есть в MySQL. Или там такая какая-то, как у ребяка с группой конкатом. В Monge это вообще не знаю, как сделать. Может, если кто-нибудь знает, как сделать это в Monge красиво, вот я очень хочу, чтобы кто-нибудь подошел мне и показал. Хотя задача вроде типичная. Значит, как мы это делаем в Postgres? Добавляем вот такой вот вызов такой функции rowNumber. Значит, функция rowNumber, она нумерует наши строки. Дальше идет то самое ключевое слово over. И внутри в аргументах функции over мы говорим, какую колоночку использовать как группирующую. Обратите внимание, грубая нигде нет. Значит, функция rowNumber вызывается в момент, когда данные уже отдаются клиенту. Прямо вот в момент отдачи. Поэтому ни where к ним нельзя применить, вот к этой колонке rowNumber. Ни having даже нельзя применить. А за счет этого она очень быстрая. Это как бы ближайшее место, где вы можете это применить. Это всякие аналитические задачи. Ну, мы применим его в такой вот стуке. Значит, что нам нужно сделать? Функция rowNumber пронумеровала нам наши строки в пределах одного и того же source ID. То есть source ID 1 и пронумер она 1, 2, 3, 4. Source ID 2, 1, 2. Source ID 3, 1. Очень удобно. Теперь для того, чтобы выбрать последние два события, нужно просто выбрать только те строки, у которых rowNumber меньше 2, меньше либо равен 2. Поскольку нельзя написать ни where, ни having, придется написать под запрос. Одновременно с под запросом немного продемонстрируем полезную штуку, другую, которая называется with. With — это именованный под запрос. Не вижу, что... Нет, это не сказать все под грез, причем давно все. Что такое with? With мы просто взяли и написали какой-то запрос и присвоили ему имя. Теперь мы можем к результатам этого запроса обращаться по вот этой вот events.cte имени. Если вас интересует, что такое cte, почему я такое имя выбрал, cte — это аббревиатура от Common Table Expressions. В общем, это название вот этой вот операции, когда мы пишем with что-нибудь. Значит, мы сделали такой expression, сгенерировали какой-то результат, а теперь выбрали из него только те строки, у которых rowNumber меньше либо равен 2. Все отлично. То, что нам нужно, то мы и получили. Я тут старался подсвечивал, чтобы было понятно, какая часть запроса отвечает, какому результату в итоговом результате. Важный момент по поводу виза. Виз материализуется в оперативной памяти базы данных. Поэтому если у вас внутри виза ответ будет очень большой, вы съедите кучу оперативной памяти. Использовать поэтому нужно с осторожностью. Если у вас, вы знаете точно, что результат под запроса внутри виза будет не очень большой, можно смело использовать. Если будет большой, лучше все еще написать обычный под запрос. Он будет не такой красивый, но он будет быстрее работать, потому что оптимизатор подгресса умнее, и он разберется, как можно соптимизировать запрос так, чтобы не материализовать его в памяти. Так. Значит, какие бывают агрегирующие функции? Ну, как мы видели, уже агрегирующая функция — это вот row number, такая типичная. Но есть еще много разных rank, dense rank, это всякие разные способы нумерации. Кумулятив distribution тоже очень полезная. Сейчас я попробую рассказать на примере, что из них что делает. Ну, чтобы долго не рассказывать, вот лучше покажу. Значит, у нас есть выборка из зарплат людей, employer number какой-то и его зарплата. Мы говорим, покажи нам rank over, отсортированный по зарплате, srank, то же самое dense rank и lag. Ну, rank что получилось? Значит, мы высчитали некий рейтинг этой зарплаты в рамках всех остальных зарплат. То есть, 2000 у нас получилось с rank 1, 2400 с rank 2, 4. Как видите, дырки есть у rank. А у dense rank, как сквозной rank, у него нет дырок. Ну, это как бы мелкая деталь, которая может быть вам понадобится тот вариант или этот вариант. Или lag. Lag нам показывает значение определенной… А, здесь ошибка. Уже написать здесь lag. Собственно говоря, чего я хочу смотреть? Я хочу смотреть lag поля sales. Вот здесь вот не хватает. Я хочу смотреть lag значение поля sales для текущей строки, то есть отставания. Значит, для вот этой строки в предыдущий раз значение было 2000. Можно, например, строить график прироста чего-нибудь или какие-нибудь свечные диаграммы. Если вы работаете над проектами со всякими графиками, это просто лучшее, что могло быть придумано для этих задач. Вот этих функций агрегирующих, там вагон и маленькая тележка, и они все полезные. Вы можете даже свою написать агрегирующую функцию, на чем хотите. Даже на PHP. Ну, это попозже. Так, с агрегирующими функциями, наверное, все. Вообще, тема с агрегирующими функциями — это очень обширная штука. Я всем рекомендую пройтись по докам подгресса, потому что чуть ли не в каждом проекте я обнаруживаю ситуацию, когда с помощью агрегирующих функций можно сделать очень все изящное, быстро и красиво, но люди просто не знают об их существовании. Их орудят какие-то странные подзапросы, там пишут код на бэкэнде, который вытягивает все из баз данных и уже эту всю аналитику строит на стороне языка. Хотя можно все сделать вот так. Так, следующий пункт нашей программы — advisory locking. Тоже немного непонятная вещь, и тоже не самая типичная задача, на самом деле. Для чего это может быть нужно? И что это вообще такое? Предположим, у вас есть какой-нибудь крон, который запускается каждые пять минут и делает какую-то операцию в базе данных. Причем вы хотите гарантировать, что ваш крон будет работать только один. Например, у вас там 10 или 20 серверов, и на каждом из них задеплоен один и тот же код. И на каждом из них есть этот крон. Но вы хотите быть уверены, что только один из них будет работать в один момент времени. Если уже кто-то работает, то чтобы другие ничего не делали. У нас есть один источник данных, ну, не источник данных, а один из главных источников правды в системе. Это ваша база данных. Вот мы можем сказать, чтобы база данных управляла этими вашими вёркерами, не давая им запускаться. Как это выглядит? У нас есть сколько-то там процессов. Мы запускаем какую-то транзакцию, вызываем функцию pg-try-advisory-log, которая попробует получить блокировку. Если у нас удалось её получить, значит, никто ещё ничего не делает. Можно начинать и фигачить. Делаем нашу операцию. Какая-то абстрактная там операция, которая занимает некоторое количество времени. Если же неудача нас постигла, pg-try-advisory-log вернул false, тогда мы обрываем транзакцию и заканчиваем. Значит, кто-то уже что-то делает. Я не буду начинать. В конце, когда наша операция закончится, мы коммитим транзакцию. И это автоматически высвобождает блокировку. Все блокировки, полученные внутри транзакции, автоматически высвобождаются, когда транзакция заканчивается. Мы этот код просто тиражируем на все наши сервера. Кто первый стартанёт процесс, тот и будет его выполнять. Одновременно два процесса никогда в жизни работать не смогут. Суперудобная вещь. Вы сможете найти способы применения этой штуки легко. Я сейчас не буду приводить пример, как мы её использовали. Ну, примерно для синхронизации из одной базы данных в другую. У нас где-то далеко лежала медленная база данных. Так. Advisor-log. Вроде всё понятно. Что у нас дальше? Вот такие вещи. Foreign Data Wrappers. Что это вообще такое? Вы можете в вашей базе данных создать такую таблицу, которая на самом деле будет не таблица, а файл где-то на диске. Например, CSV. И потом вы к этой таблице сможете делать SQL-запросы. Кому это может быть нужно? Когда вы не хотите делать импорт, например, в базу данных. Или когда вы не можете получить доступ к тем данным, которые лежат там где-то. Что это могут быть за Foreign Data Wrappers? В виде таблицы можно представить практически всё, что угодно. Потому что можно написать Foreign Data Wrapper свой. Под любую задачу. Например, ну типичный пример это когда у нас CSV-шные или JSON-овые файлики. Виртуальные такие таблицы. Может быть другая база данных. Вы просто указываете реквизиты, и PASGRES будет подключен к другой базе данных. Он будет транслировать ваши запросы, которые вы будете делать к этой виртуальной таблице. Он будет транслировать их на тот другой сервер, и там они будут выполняться. Можно Mongo подключить внутрь PASGRES. Или Elastic, или какой-нибудь даже REST API. Или вообще всё, что вы хотите придумать себе. Вот с REST API это вообще волшебно. Я видел Foreign Data Wrapper, который реализует доступ к погодной API. Вы пишите запрос, типа, хочу select звёздочка from weather, where city равно там такой-то. И в этот момент происходит REST-запрос, который ищет где-то там, и в ответ вам приходят результаты. В SQL интерфейсе вам приходит результат. Это безумие. Конечно, так делать не стоит, но возможности, которые вам это даются, это круто. Это, кстати, настолько круто, что даже в Mongo, когда вышла версия 3.2, они рекламировали, что их новый движок, как-то он называется, я уже не помню как. Ну, в общем, какой-то он называется. Это ссылочка, вы просто пройдите по ссылочке и почитайте эту замечательную историю. Это человека, который следит за развитием Mongo, и ему было интересно рассказать про это. Значит, что в этой новой версии специальный платный плагин к Mongo на самом деле был пасгресом, к которому подключен был foreign data wrapper с Mongo. И то есть все функции аналитики, которые они рекламировали, говорили, мы делаем суперкрутую аналитику, вы можете писать какие угодно SQL-запросы к нашей базе данных. На самом деле эти запросы я просто выполнял пасгрес через data wrapper к Mongo. Когда это вскрылось, то было очень смешно. И до сих пор эта штука работает. Так, идем дальше. Что у нас есть из таких вещей, которые не стоят для того, чтобы делать для них отдельный слайд, но они все одним большим вот таким слайдом. Я про них буду чуть-чуть рассказывать. Материализованные вьюшечки. Все обычно знают, что такое обычные вьюхи. Это у нас мы взяли SQL-запрос, сохранили его в базу данных, и потом можем пользоваться им как какой-то виртуальной таблицей. Материализованные вьюшечки. Все то же самое, только результат запроса сохраняется на диск, куда-то там в базу данных. Его можно проиндексировать, и он будет очень круто работать. Мало того, можно его сделать автоматически обновляемым. Полнотекстовый поиск, понятное дело. Очень много людей не знают, как можно делать полнотекстовый поиск в базах данных, и прилепят туда, например, какой-нибудь Sphinx или Elastic только для того, чтобы полнотекстовый поиск сделать. Для большинства людей достаточно встроенного в базу данных поиска. Он, конечно, не идеальный. Например, автокомплит вы на нем сделать просто не сможете. Если вам скажут, у вас есть подгресс, давайте сделать автокомплит, не пытайтесь. Это хорошо не получится. Там можно накострелять, но хорошо пока нельзя. Над этим ведутся работы, они придумывают, как это сделать. Но для многих вещей он подходит. Дальше можно писать ваши личные функции на языке, на каком-то, на JavaScript или на PHP. И эти функции можно будет использовать потом для триггеров. Или, что более важно, их можно будет использовать для индексирования. Вы можете, например, написать какую-то функцию хитрую, которая через себя прогоняет ваши данные и по результатам работы этой функции строить индекс. И тогда, ну, это какая-то хитрая оптимизация очень. Так, конечно, в повседневной жизни вот эти вещи я вам не рекомендую использовать. У нас есть несколько строчек кода, написанные на PLV8. Написаны они только потому, что было сложно разбираться со встроенным языком PL, PSQL. Он был такой, ну, там непонятно все с первой попытки. А V8 уже был подключен, можно было просто взять и воспользоваться. Мы подключили, три строчки написал, все, пусть работает. И она хорошо бы функции все выполняет. Так, дальше. Listing Notify. Для PHP не сильно актуальная вещь, потому что я все-таки часто, не часто встречал, я даже никогда еще не встречал долгоизживущих серверов на PHP. Ну, когда вы стартанули сервер, он открыл сокет и сидит, ждет, выполняет какие-то ивенты. Поэтому эта вещь, она больше для языков типа питона, там, или ноды. Как эта штука работает? Вы можете повесить на какое-либо событие в базе данных, например, там, что-нибудь insertится, или что-нибудь удаляется, или апдейтится, триггер ивента. И в этот ивент можно положить еще какой-то пейлот полезный. Например, что конкретно изменилось в какой-то строке. В другом месте вашего кода вы можете подписаться на эти события. И тогда, когда у вас будет, например, какие-нибудь строки insertится в какую-то таблицу, все клиенты, которые в данный момент подключены к пасгрессу, получат нотификацию о том, что там произошло изменение. То есть это система событий. Почему на PHP это не сработает? Потому что вам придется сидеть и слушать беспрерывно в вечном цикле, чтобы PHP не умер. А для ноды как бы это работает, потому что нода подключилась и сидит, ждет. Так, что дальше? Нативное партицирование. Недавно совсем добавили фишечку эту. Теперь можно, если у вас таблички очень большие, там какие-то терабайты, опять же, вы можете разложить эти таблицы физически на диске на отдельной части. Эти таблички будут, ну, запросы к ним будут намного быстрее работать. Еще одна полезная, вообще невероятно полезная вещь. Постгиз — это специальное расширение к пасгрессу, которое дает вам возможность работать с геоданными. С гео и с геометрическими данными. Не только с географическими, но и с геометрическими. В чем разница? Например, вы можете сделать такой запрос, когда вы хотите получить, например, в определенном радиусе все точки, которые дозволяют координатам каким-то. В этом круге, например, покажи мне все строки, которые есть в каком-то круге. Так вот, есть несколько версий этого запроса. И вы можете, например, учитывать то, что Земля — геоид, а можете считать, что Земля — просто шар. И это важно. Если вы хотите более точные операции, то тогда это более предпочтительнее использовать вот ту функцию. Вот Postgres все это умеет. Он умеет работать с миллиардами разных форматов координат. И, в общем, если у вас есть какие-то вещи с координатами и с географией, то Postgres — это ваш выбор. Опять же, встречал недавно проект, где чуваки просто прикрутили Elasticsearch только потому, что им нужен был поиск по координатам. А не знали, что у них… А у них уже был Postgres тоже. Могли бы просто взять Postgres, не взяли. Так, ну и тоже такая невероятная вещь, как запросы к полям с данными, с датами. То, что мне кажется вообще очень классным — это эталонная работа с датами в Postgres. Вы пишете такую вещь, как «хочу все строки, которые были созданы начиная вот сейчас и пять недель, два часа и двенадцать минут назад». И вот база данных вас понимает. Запрос пишется практически в свободной форме. Как хотите, так и пишете. Там есть очень много всяких разных функций для работы с генерацией интервалов, с расписаниями, пересечениями дат и так далее. Все эти функции очень классно работают, очень быстро работают, и все можно индексировать. В MySQL все не так изящно выглядит. Так, ну и последний пункт такой. Почему он здесь? Здесь. В Mongo недавно поменяли лицензию. Теперь Mongo нельзя продавать как сервис. То есть больше никогда мы не увидим сервиса наподобие RDS для Mongo. Просто потому, что они за ней запретили это. Точнее, это можно сделать, только это на кучу денег платить. Не знаю, как будет Яндекс выкручиваться, потому что у Яндекса как раз есть такой сервис, они дают облачную Mongo. Теперь они этого не могут. Ну а чем вообще RDS и Aurora хороши? Это облачная база данных, которую вы просто подключили и работают. MySQL тоже есть. Но это не значит, что MySQL хороший. Так, слайд для тех, кто ходит на JavaScript. Я не приверженец ORM всяких различных, поэтому первая штука, которую я хотел бы порекламировать немножко, это MacyV.js. Это, как же это называется, datamapper. То есть это не object datamapper, а просто datamapper. ODM, наверное, да. Он с помощью интроспекции смотрит, какие у вас есть таблицы, создает в памяти структуру этих таблиц, и вы можете писать запросы, используя вот этот вот виртуальный интерфейс. Не предоставляет никаких вещей, типа связи и так далее, но тем и хорош, потому что максимально быстро все превращается в ваши запросы. И еще хорошо тем, что он по максимуму пытается использовать все фишки пасгресса. То есть все типы данных, вот эти необычные JSON и все, что там есть такое нестандартное, вот MacyV.js любит. И вот эта вещь тоже необычная MQL. Я недавно узнал, что можно так вообще писать. Вот это валидный JavaScript. Так можно писать. Как это работает? Вот этот query, это на самом деле функция. А когда мы пишем ее перед обратными кавычками, это именованный шаблон или литерал. И вы можете писать просто plain SQL запрос, а вот в подстановочке вот эти вот, они попадут в функцию query как аргументы. Ну, короче, запросы выглядят очень интересно. Ну и последняя штука, PASGraphile, это такая автоматический GraphQL для вашего PASGraphile. Там есть возможность управлять правами доступа и всякие вещи задавать. Он основан на экспрессе. Ну, в общем, если вам вдруг лень писать GraphQL сервер, то вот это быстрый способ понять, как это начать делать. Так, ссылочки. Я всем крайне рекомендую вот эти все ссылочки подписываться, потому что новости постоянно, очень много нового всего появляется и всегда хочется быть в курсе. Но все время читать блоги ты не будешь. Или в Твиттере сидеть. Поэтому вот у нас есть PASGraphile, DB Weekly и Node Weekly. Есть PHP Weekly тоже. Вы просто заходите на сайт, указываете свой e-mail, вам раз в неделю приходит одно письмо с обзором всего самого трендового, что в мире на эту тему происходит. Вот есть PASGraphile, все про PASGraphile, все про базы данных, все про ноду, и есть про PHP. Там есть и про HTML, и про CSS, и как-то он еще называется, но я уже не стал сюда приводить. И есть такая замечательная ссылка Awesome PASGraphile, как есть, наверное, вы все знаете, Awesome PHP, постоянно пополняющийся репозиторий с всякими ссылочками, классными про PASGraphile. Там есть и библиотеки для всех языкового программирования, и всякие тузы, и скрипты, и что только там нет. Короче, там просто вагон всего. Так, ну и такой вот есть интересный слайд, тролльский. Почему мне кажется, что стоит переходить на PASGraphile. Я, перед тем, как готовиться к докладу, искал статьи, вот мне было интересно, много ли людей переходят на PASGraphile. Оказалось, что, короче, на PASGraphile переходит очень много. А с PASGraphile только Uber перешел. Больше, ну, вот практически невозможно найти никакой информации. Мало того, и Uber до сих пор не похвастался, как у них все получилось или нет. Они прямо вот перешли, они пошаловались сначала, как было все плохо, а потом все, как у них должно было стать хорошо, но что-то непонятно, стало или нет. Мне кажется, что это какая-то знаковая такая метрика. Типа, что когда люди переходят и хвастаются, им нравится, это хорошо. А когда они переходят обратно, либо они не хвастаются, либо они этого не делают. Так. Ну, реклама закончена. Можете задать вопросы. Я таял на GitHub зачем-то ссылку, там нечем смотреть, на Twitter и в Telegram. Можете задать вопросы, любые вопросы про PASGraphile. Спасибо. Дмитрий. Так, ну, первое. Да, было очень круто. Спасибо. И у меня вопрос, там самый первый был запрос, гигантский, там выбрать по JSON. Я просто обожнюю JSON в PASGraphile, это магия какая-то, короче. Да. И там был гигантский запрос. Так, цей самый JSON, чтобы не хородить эту штуку, просто же можно было представить все в виде текста и просто выборку по тексту. Лайкнуть. Лайкнуть. Лайкнуть, и все будет работать. Да, скорее всего, можно было бы так, но это некрасиво. Хотелось бы, опять же, тут же, почему именно вот этот запрос так делается? Потому что он учитывает, что мы именно в color ищем значение red, потому что слово red может быть не только в значении color, а в других ключах тоже, и мы бы их не хотели. А полнотекстовый поиск будет ловить ненужное. Да, ну, так же самое ты, типа, сказал про индексацию, да, индексация там в постгрессе вообще про, прямо умовы можно ставить туда, то есть на JSON поля, то есть по чему ты хочешь, по определенных условиях, даже если, если, не помиляюсь, працюет больше, меньше, если значение там, то есть не только співпадает, оно больше там, якого-то, меньше такого, то есть индексация також будет работать с JSON. Ну да. То есть JSON мега крутий, короче. И я еще хотел, ну, ты сказал, что JSON вообще мега суперкрута речь, не JSON, постгресс. Крута речь, было бы круто, если бы ты рассказал про минусы постгресса, потому что, например, я знаю минусы, если у тебя много данных и ты используешь boolean поля, которые индексованы, просто при певных умовах это индексация на boolean. Вообще не работает, но она ни в каких баз данных не работает, поэтому просто не надо индексировать boolean поля. Для того, чтобы индексировать boolean, я вам расскажу, что нужно делать. Есть индексы, как это называется, как-то у них есть название, это индексы с условием. Вы индексируете только определенные поля, они только, они попадают. Вы говорите, хочу прииндексировать только поля, у которых, только строки, у которых определенное поле true. И тогда те, у которых false, они будут автоматически, когда их будут устанавливать кто-нибудь false, они будут автоматически из индекса удаляться. Чем это полезно? У вас индекс может быть в два раза меньше. Например, если вы делаете запросы только к активным пользователям. Так классно работает. Я же не просто так рекламирую. Хорошо. Следующий вопрос. Спасибо за доклад. Я хотел бы сделать дополнение по поводу Listen и Notify. Вы поняли, что вроде бы PHP не может, ну не используется. Может, просто это не совсем типичный workflow. Потихоньку в тренд выходят. Async, React, PHP сейчас появляются. Ну да, но это все-таки еще мардинальные вещи какие-то. Мне кажется, что никто так в жизни мало использует. У меня парочка вопросов есть. Значит, первый, когда foreign data wrapper вы упоминали. Да. Они писать не могут, правильно? Писать, могут и писать. Могут и писать, типа в CSV. Зависит от реализации самого foreign data wrapper. Например, мы использовали Oracle-овский foreign data wrapper. Он и insert можно делать, и select, и все, что хочешь. А насчет CSV, ну, я не могу сказать точно, конкретно умеет ли CSV-шный foreign data wrapper это делать. Но можно сделать так, чтобы умел. Еще такой вопрос. Advisory locking. Да. Что произойдет, если, допустим, блокирующий процесс, покрэшится? Автоматически. А, если покрэшится. Значит, это интересная вещь. Ну, вообще, он этот, как бы вопрос, он более широкий. Что произойдет, если в рамках транзакции, которую выполняет какой-то процесс, этот процесс закрэшится. Вот это более широко. Выглядит это так. Значит, мы стартанули транзакцию, написали, потом что-то выполняли, какие-то запросы, а потом процесс крэшнулся и не сказал, не commit, не rollback. Что вы можете сделать? Во-первых, вы должны шатдаун установить, обработчик на шатдаун у себя в PHP, чтобы, если что, все транзакции аборт. Это хороший способ решения проблемы. Второй вариант, вы можете установить переменную, которая будет говорить, автоматически абортить все транзакции, которые висят в idl, то есть ничего с ними не происходит, запросы никакие не выполняются после определенного количества времени. Мы такую, это, кстати, одна из типичных проблем, которые люди сталкиваются в подгрессе. Они, у них часто, ну не часто, иногда процессы падают и транзакции остаются висеть незакрытыми и это нагружает базу данных и тогда вот случается какая-то проблема. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, как лог, что произойдет с логом? Лог автоматически освободится, когда транзакция либо закончится, либо отролбетчится. Ваша задача это обеспечить максимально возможность окончания транзакции в любом виде, чтобы либо коллбек, либо коммит, либо роллбек произошел. Ну еще вопрос, может быть, вы знаете фреймворки на PHP, которые используют уже оконные функции? Вот это, кстати, и самое главное, которая, такая боль, я, к сожалению, не могу ничего посоветовать по этому поводу. Я последний раз PHP видел, когда вышел PHP 5.6, поэтому что с тех пор произошло, я не знаю. Доктрина уже, наверное, четвертая есть, или какая? Пятая? Ну вот я видел последний раз Доктрину 2. Это код, который я видел. Поэтому я не знаю, умеет ли Доктрина хорошо работать по сгрессам или нет. Мне кажется, что разработчики, которые пишут Доктрину, они, конечно, молодцы. Вот это они придумали с драйверами и так далее. И может быть, это и хорошо. Но лучше бы кто-нибудь, какой-нибудь разработчик взял бы и написал такой драйвер или такой фреймверк, который бы максимально просто использовал фичи пасгресса, а на другие драйверы вообще просто забил бы. Зачем они нужны? Все равно никто никогда не переключается между базами данных. Или пусть лучше сделают два фреймверка, которые будут… Один будет делать только все на MySQL, все правильно и хорошо, а другой будет все делать правильно и хорошо на пасгрессе. Зачем эта абстракция, которая… Мне кажется, она только добавляет оверхеда и хуже делает. Лучше бы сконцентрироваться на фичах. Спасибо, Дим. Еще вопросы есть? Так, я вижу. Спасибо за доклад. Первый вопрос у меня это лог ад, о котором вспоминали пару лет назад на SinkPHP. Как сейчас с этим все состоит дело? Когда два процессора начинают блокировку один сверху, другой снизу за таблицей? Значит, в последних версиях… Ну, не в последних, где-то с 9.6, наверное, 9.7 автоматическая разблокировка появилась. То есть он там… Он пытается выстроить эти запросы автоматически. Если… Определяет… Как бы сама база данных, она пытается определить, можно ли их выполнить последовательно. Если невозможно, то тогда вторая транзакция, она зароллбетчится. В документации про это написано таким образом, что если вы используете транзакции, и вы используете одновременный доступ к одним и тем же данным с двух мест, будьте готовы к тому, что одна из транзакций может быть зароллбетчена. И прямо рекомендация есть. Следите за тем, что если произошел роллбек, вам нужно ре-ишью этот запрос заново. Просто вы второй раз его отправляете, и все. Ну, это все нужно логически обрабатывать. То есть понятно, что если, например, что-то там произошел роллбек по причине того, что невозможно застерилизовать, наверное, это ваш случай. А может быть, роллбек произошел по другой причине, что там упало, тогда не нужно делать ре-ишью. То есть эксцепшен не спасают. Там код эксцепшена, который помогает понять вам, что произошло, и можно ли перезапускать заново этот запрос. Это во всех этих басаданных, реализационных, где есть транзакции, это нормальная ситуация, когда мы повторяем транзакцию, если она не прошла. И маленький комментарий. Амазон, по-моему, обрезал немного постгрей, сделал из него редшифт. Еще были. Я не пробовал редшифт, поэтому не мог сказать. То есть они взяли постгрей, вырезали все лишнее, сказали, вот это будет работать быстро на хайлоаде. Ну, Аврора тоже очень быстро работает. Я не знаю, если вам не хватает Авроры, то это уже какие-то супер-хайлоады. Спасибо за доклад. У меня есть два вопроса по адвизор-лог. Меня интересует, как запустить два теста, два крона, например, одовременно, которые будут независимы друг от друга. Можно как-то при, когда мы блокировать, ставим лог, указывать как бы айдишник крона, который его можно, когда мы вызываем функцию pg3advizorylog, вообще-то в качестве аргумента мы должны передать некую циферку идентификатор. И они, блокировки будут, все блокировки с этим идентификатором, они будут касаться именно его. То есть, можно, например, иметь несколько адвизор-логов с разными идентификаторами. И как адвизор-лог работает, если у нас репликация и несколько баз данных? Вот это, кстати, интересный вопрос. Я не пробовал с репликацией, но надо подумать. Мне кажется, что, наверное, у нас есть несколько мастеров. Это просто надо поэкспериментировать. Там в инструкции про это не сказано, насколько я помню. Там достаточно короткий док про него. Спасибо. Дмитрий, меня зовут Тарас. Довольно простой вопрос. Какой клиент вы используете для работы с пазрой? Я же на Маке, поэтому у нас на Маке есть Table Plus. Он хороший. Но он платный немножко. Но это ничего страшного. Самый лучший из всех, что я видел, это DataGrip. Спасибо. Вообще, кстати, да, это очень, кстати, важная вещь по поводу клиентов. Некоторые люди почему-то думают, что Гуи-клиент это суперобязательная вещь, без нее жить нельзя. Так вот, это так, но только относительно к MySQL. Если вы попробуете почитать документацию по консольному клиенту по сгрессу, вы удивитесь тем возможностям, которые он дает. Там есть и автокомплиты по всем, чем можно, и пейджинги, и есть какие-то безумные вещи, о которых я даже не знал, что такое может быть в консоли. Это, наверное, про ту историю, что в Vime там можно все, что хочешь делать. Только выйти нельзя. Только выйти нельзя. Кстати, интересный факт. Из CLI-ного режима долгое время тоже нельзя было выйти, нажав Ctrl-D или Exit. Буквально в последней версии Postgres эту фичу добавили и рекламировали в ChangeLog. Наконец-то. Можно нажать Ctrl-D. Postgres и он интерактивный или он как… Интерактивный, он там из запроса законной и автокомплит делает, и автоматически добавляет лимит, чтобы добавить. Волшебно. Ну, надо попробовать. Хорошо. Ребята, давайте последний вопрос, потом все остальное в ковар. Спасибо за доклад. Классно. Я использую Redshift, я не использую Postgre, как сам по себе. Меня заинтересовала ListenNotify как фича, и у меня есть один вопрос. На какой уровне объектов я начинаю слушать эти события? Это таблица, это вся база? Это просто функция. Где хочешь, там и вызывай. Поэтому… А где ты можешь? Но ты говоришь база on delete. Нет, нет, не так. On изменение схемы. Не так. Таблица on insert. Нет, не так. Окей. Можно их вызвать изнутри базы, ты можешь вызвать их только внутри триггера. Триггер вешается только на таблицу, поэтому вот все, это этот скоб доступности. Если же ты хочешь вызвать его как-то в других ситуациях, то ты уже с клиентом можешь отправить в какой-то момент сказать notify. И база данных просто выступит в этом случае каким-то таким роутером, который будет перенаправлять эти ивенты от одного клиента ко всем остальным. То есть это не ивент-эмиттер и все эти подписки на эти события? Да, он как бы ивент-эмиттер, но только в виде базы данных. Нельзя все, что хочешь внутри базы данных поцепить на этот ивент. Окей, спасибо. Так, спасибо всем. Можно задавать вопросы потом, я еще здесь буду, если у вас есть еще вопросы, приходите спрашивать. спасибо, Дмитрий. Дима, сколько у тебя уже слонов? Два, три. Отличный результат, ребят, вы понимаете, к чему нужно стремиться, да? Так, вручаю вас. жмут по руку. Спасибо. Спасибо. Спасибо.